То, что джазовое пение популярно за пределами Соединенных Штатов больше, чем на родине джаза, факт. И в Европе, и в Азии постоянно появляются новые молодые талантливые вокалисты, которые весьма современно исполняют песни с 70-летней давности. Да что там Европа с Азией? Совсем от нас недалеко, в городе Монреале, живет и поет Дэвид Марино. Уже 10 лет его выступления собирают аншлаги, а недавно Дэвид открыл для себя Америку и выступил с первым сольным концертом в Нью-Йорке. Сюжет из знакового клуба Кабаре «Русский самовар». Ему всего 24 года, а поет он уже 18. Дэвид Марино – популярный в Монреале джазовый певец. Там его хорошо знают. Его концерты проходят с аншлагами. Он частый гость на канадском телевидении. И, что особенно приятно, Дэвид собирает огромную молодежную аудиторию, которая уверенно растет. Покорив Квебек, молодой певец взялся за Онтарио, а теперь в его планах карьера на родине джаза. Недавно Дэвид дебютировал с сольным концертом в Нью-Йорке в клубе «Бёрдлэнд», но я предложил пообщаться в знаковом «Русском самоваре», где же еще познакомишь заграничного гостя с вкусностями родной кухни. Туда мы и отправились солнечным днем. Как же появился в жизни канадского школьника великий американский песенник? «Так, мне было лет шесть. Я пою с шести лет. Мой отец был фанатом музыки. У нас дома звучал Гершвин, записи «Сенаторы», по которым я выучил многие из его песен. Я тогда понял, что это то, чем бы я хотел заниматься». После окончания школы Дэвид Марино поступил в университет, на факультет лингвистики. Он свободно разговаривает на трех языках – английском, французском и на родном покрове итальянском. Мое наблюдение. Почти все певцы, которые изучают иностранные языки, прежде всего обращают внимание на стихи и смысл песни. Для них слова всегда значат больше, чем мелодия. Таких исполнителей называют «крунерами» или «рассказчиками». Я определенно рассказчик, но в своем стиле. Да, я прежде всего думаю о стихах. Для меня слово – это самое главное в произведении. Я никогда не буду петь то, что не чувствую. Например, я никогда не спою мой путь «My Way». Это на данном этапе моей жизни не имеет смысла. Может лет через 50. Да, через 50. Любая песня – это прежде всего история, которой я делюсь с людьми. «Мы увидим мир в véritом, мы будем иметь мир. Мы будем иметь мир. Я не боюсь, с тобой мы будем иметь мир. Я держу твою руку. И нет, я не виноват. Я не знаю, мы будем иметь мир. Мы будем иметь мир. Мы будем иметь мир. В Carrовной. Субтитры создавал DimaTorzok Блоссом Дири и Пегги Ли Блоссом Дири – мой идол. Мы дружили. Ты первый молодой человек, который назвал ее имя за последние годы. Кстати, она пела и по-французски, потому что какое-то время жила во Франции. Я тоже ее фанат. Мне близко все, что она пела – от стихов и до мелодий. Первый раз я пришел сюда, я работала с Джеком. Мы делали телевизионные шоу и несколько радио-шоу. И вот этот раз я работаю в чармливом маленьком клубе, который называется «Ле Катре-Вен». И я надеюсь, что вы все пришли, чтобы меня услышали. Я изучал все, что можно было – журналистику, лингвистику, но никогда не относился к ним серьезно, потому что мое сердце было все-таки отдано пению, актерскому мастерству и выступлением. Но мне всегда нравилось петь на разных языках. Прежде всего, как вы уже сказали, на французском, итальянском и английском. «Ле Катре-Вен». Первый национальный успех пришел к Дэвиду Марино в 2017 году. Тогда он стал финалистом популярного телешоу «Голос». Телеконкурс «Голос». Я подзабыл, как это будет по-французски. Честно говоря, я не был на прослушивании и не подавал заявку на участие в конкурсе. Мы отдыхали с родителями за городом, когда я получил имейл от редактора «Голоса». Видимо, он где-то услышал мои записи. Он предложил прийти сразу на слепые прослушивания. Так я попал на конкурс и оказался в финале. Недавно я был шокирован. Поясню. Обычно те, кого называют крунерами, джазовыми исполнителями, не обладают большими голосами. Но я слышал, как ты поешь «Каруза». Совсем молодой человек исполняет фактически оперную тему, для которой нужен голос огромного диапазона. Мои родители – иммигранты из Италии. В нашем доме звучала итальянская классическая музыка. Она стала частью моей жизни. Это то, кто я есть. Я итальянец. Поэтому я исполняю «Каруза» в каждом концерте. «Каруза» в каждом концерте. «Каруза» в каждом концерте. И немного о благотворительности. Опять. Очень необычно. То, что я не хочу акцентировать внимание на твоем возрасте. Потому что тогда я чувствую, что мне уже 85. Но ты много занимаешься благотворительностью. Почему она в поддержку ментального здоровья? Почему не против онкологии или вируса ВИЧ? Ментальному здоровью уделяют меньше внимания, чем остальным заболеваниям. В моей семье были случаи расстройства психики. И я посчитал своим долгом бороться с клеймом, которое поставлено на психических заболеваниях. Я вовлечен в благотворительность с 16 лет. Еще до участия в шоу «Голос». Мы проводили тогда концерты в пользу еврейской больницы в Монреале. Еврейской больницы. Итальянский парень и благотворительность в пользу еврейской больницы. Мы вспомнили о том, что сегодня исполнилось 100 лет легендарному голливудскому композитору Генри Манчини. И Дэвид с радостью напомнил одну из популярных мелодий композитора. А я подумал о том, что все-таки здорово, когда молодые музыканты исполняют хорошую музыку, которая проверена временем. When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we played. Oh, what a hitch we made. We came on next to closing. Best on the bill. Lovers until love left the masquerade. Fate seemed to pull the strings. I turned and you were gone. While from the darkened wings, the music box played on. Sad little serenade. Song of my heart's composing. I hear it still. I always will. Best on the bill. I will charade. Hello, this is David Marino, and you're watching Time Out.